огромная объем информации на фото ниже это я вам покажу смотрите зашла взошла за вот это зайдет сгнила 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 где-то 4 к 1 3 к 1 а ведь они даже не закопаны а уже сколько сгнивших и вроде бы у нас не бывает таких уже обложенных дождей и вроде бы снег это было 20 сантиметров и уже какая выбор копка представляете как важно правильно стратегизировать вот я написал получилась естественно селекция и естественно стратификация самое естественно с потерями а вот ну спор не закончился просто естественно стратификация подразумевает посадку в грунт и перезимовку прямо в саду об опасности при жиренной схожести гибели я говорил возможно стопроцентная возможно стопроцентная схожесть грызыны требуют свою долю и тут проблема закопать глубоко целее будут зато короткий век гниют основание в штамбах вот так мнение мои друзья разделились например сразу по созреванию или перед самой зимой подробнее словами так вот да здравствуйте искусственная кстати момент такой тот товарищ который читал лекции по абрикосам по главному совершенно некомпетентный человек он все-таки сказал умную фразу вот же сказал что на циклопаты семечку садим на циклопаты я уже загнетенул но потом видимо цитировал какой-то справочник или книгу на память запомнил что а потом пересадки садится уже то есть как сказать а потом пересадка а вот сама пересадка знает он это не знает она спасает деревья потому что у абрикосов есть практически четко четкая граница красной корни и темно-коричневая цвет штамба и вот это вот корневая шейка граница четко видно выкопались спасли он если сухо он может быть даже выжить даже когда на циклопаты абрикос а потом бы сдох но его берут пересаживают на постоянное место и этим спасают да здравствуйте искусственная сертификация просто садоводов любителей не интересует селекция отбор лучших мы как в анекдоте доктор дайте мне таблетки от жадности и побольше и побольше вот и вот мне присылают видите это фотографии прислали слива красно-синяя 1 апреля треснули кости и стрелка вот они треснули вот как на экране все видно все вовремя вот здесь максимальная схожесть так давайте сделаем трехминутный перерыв я говорил непрерывные ладно я могу еще три часа непрерывно говорить мне что-то вас стало жалко я пойду на кухню горячего тебе такой подарил три минуты всего а потом дальше продолжим и сами виноваты я уже решил все выложить все что знаю а 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 Продолжение следует... Так, с одной стороны, с другой стороны никакое ЕГЭ не поможет эти проблемы решить. Тогда эту дурь прекратят. Ладно, пройдём дальше. Это просто присылает мне хорошие фотографии, красивые. Всё подписано, всё аккуратно. Главное, мой совет, побольше песка. Воруют влагу семена друг у друга. Если в семьдесятерам не хватит, зайдут девять. Не хватит восемь. А обычно, если не перепаковать, две-три. А это те, кто меня послушал. Так. Итак, важнейший фактор. Время для схожести. Это два-три месяца обычно. Я не беру крайности для персиков, не беру крайности для черешни. А всё остальное два-три месяца. Влажность песка. Вот. Пять-семь соотношения. Но у всех получается по-разному. Разная консистенция. Разная, как бы назвать-то, может быть. Впитывание, что ли. Песок влаги. Вот. Надо иметь свой опыт. В температуре можно варьировать схожесть. Быстро и замедлено. Но это в холодильнике. Так. Это снято мной было. Да, вы знаете, мы это проходили. Я сейчас вынесу чуть быстрее. Но вы поверьте, что они были под землёй. Все. Вот. Когда упирается саженец, упирается, корень выпускает. Корень становится вертикально. И рычагом на 90, на 100, на 180 градусов. Если лежит на боку, на 90 градусов. Поднимает вертикально косточку. Она лопается, распадается. И вот перед нами росток. Вот так вот. А до этого всё было под землёй. Вот. Теперь. Пока рассказывал, мог бы пропустить. Но важно. Семидолий под землёй. Он погибнет. Хорошо прислал мне этот. Что я успел предупредить. Про камень молчу. Всё. Дуй, мыться. Ну, пускай. Вот. Здесь то же самое. Это ненормально. Вот. Вот он вылазит под земли. Вот он набух так, что лопнул. Вот сколько влаги нужно. Но живой не сгнил. Вот. Здесь потом ручками, пожалуйста, тому, кто прислал эти фотографии. Видите? Вот. Обязательно разгрести надо. Основание штамба под землёй сгниёт. Это абрикос. А вы видели, какая тяжёлая почва? А вот здесь уже полегче. А вот здесь на песочке. Ля-ля-ля-ля-ля. Меня всегда удивляет, почему скорлупки так далеко. Кто их отшвыривает? Я смотрю каждый раз у себя. Ну, не подхожу же. Нет они в стороне. Кто? Ну, не мыши же. Это значит, что они взрываются. И это самое, как граната. Ну, кажется, кажется. Вот. Здесь неплохо. И песок. Но я всегда говорю. Ну, как же вы будете-то пересаживать, да? Просыпется ком. Столько потеряете. Вот они, семядоли крупный. Вот они. Они над землёй. Видите? Вот они. А там была... Вы знаете, я тогда что-то велел сам на Савинч. Я тогда всё-таки погорячился. Вопрос-то ведь по существу. Почему я решил, что все должны знать, что семядоли это над землёй? Это мы с вами знали. Это не тот над землю. Девяносто процентов. Девяносто девять процентов. В книгах-то везде. Я в прошлый раз показывал книгу. Там было семь-восемь. Вспомните. А у некоторых пишут. Семь-восемь до десяти. А этот товарищ на время лекции сказал. Нашли клопаты. Это ужас. Всё-таки я за торфяные горшочки сказал. Железа. Вот. Ну, это... Мне больше нравится, когда мне толковое присылают. Вот ведь здесь даже он умудрился, и все корни оказались сверху. Это не перебор, конечно. Это так случайно получилось. Правда, тоже ошибается. Но, по крайней мере, уже точно, что штамп не сгниёт. Вот эта часть, оказывается, под землёй. Вот эта. Я уж не говорю целиком вот досюдова. Это будущее и смерть. Только об этом не знают люди, которые пишут книги, пишут статьи, делают диссертации. Они этого не знают. Путинцы с домашними растениями. Результат массовой гибели. Нельзя это выращивать дома. Нельзя это выращивать дома. Здесь, в двух словах, здесь пока ещё, допустим, март растёт, растёт. Когда придёт, пора в мае высадить или там в апреле. Здесь уже будет июнь. Вот это расхождение в сроках. Он тут же... Вот посадили его даже в сковом земле. А он расти не будет. Он будет стоять, 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 стоять. И ждать. Кто-то думает, он уже целый саженец будет. Ух ты, ещё зима у меня саженец. Ой, не извиняюсь. Чуть кукиш не показал. А потом или умрёт, или, если вы успеете, притяните. На солнце сгорает только так. Притяните, может ещё и выживёт. Вот. Извращение натуральное. Все думают так же, как помидоры растить. Чушь собачья. И это извращение. Вот те же самые семена. Это всё потом погибнет. Редко когда. А это вообще как рассаживать? Что же это? Вот я уже всё подряд. Вот. Я лично вырастил несколько слив на подоконнике. Оставил на год. Они всё умерли зимой. Пытаюсь сделать из них домашнее растение. Ошибка.